Да что ж ты, я такая сентиментальная, твою ж нехайно. А, надулся как пакет. Прикольно. Подарочки, да, собираю. О, всем привет, мои хорошие. Мы начинаем новый блог. Почему мне хочется петь эту песню, я не знаю, в какой раз уже. Сейчас мы вышли из дома на улице, как всегда у нас серо и пасмурно, но нет ветра, да, и вот как бы, и плюс один, наверное, где-то. В общем, хорошо, я даже еще тепло как-то одела, видите, я без шапки, ушки немного, конечно, мерзнут, но что, ну я в легком костюме, ну как в легком весеннем, без ночоса всяких разных. В общем, куда я сейчас иду? Мне надо заехать в банку по делам, а продлить ипотечное страхование, вот, оказывается, каждый год его надо продлевать, иначе, если я его не буду продлевать, но я за то, чтобы его продлевать, я так спокойно не сплю, знаете, чтобы если что, мало ли, чтобы моя ипотека не упала на плечи моим родным, да, моему либо ребенку или маме, поэтому я страхуюсь, вот, и фишка в том, что если я не буду страховаться, то у меня вырастет ипотечный процент. И там пришла смс, типа, плюс 2% за это, плюс 2% за это, плюс 4% за это, то есть я не понимаю, в два раза что ли вырастет ипотечный процент, я не знаю. Ну, в общем, я иду сейчас продлевать страховку, я что-то профукала весь этот момент, надо бежать, сейчас не знаю даже, какая там ситуация, я расскажу, если что. Вот, и еще сегодня я поеду за посылкой, наконец-таки пришла огромнейшая посылка, увидите, обалдеете, и, наконец-таки, я набрала всякие классные штуки на Новый год своим подружкам, вот покажу, что я буду дарить. Ну что, мы пришли, набрала два пакета с пятерочки, ну, в основном, не буду показывать, там в основном фрукты, там колбаска, такое по мелочи необходимое, хлебушек такое. Посылка с Джум пришла, наконец-таки, это пришли наклейки для Дениной детской, и я думаю, что в ближайшее время я их наклею и покажу вам всю перестановку в детской, какая у меня. Денька, давай раздевайся, сегодня мы в новых штанах ходили. Блин, они такие классные, они прям вообще цвет мне нравятся, и все, я хочу купить вверх такой же, надо будет в Мегу заехать, может быть, там у них размеры остались. Тут у нас постоянные поцелуи, как только мы приходим, мелочка нас встречает, и мы вот так вот обнимаемся, целуемся. Этот год, честно, он прям заканчивается, декабрь очень насыщенный, правда, как я читала, смотрела, очень насыщенно, очень много неожиданных каких-то моментов завершается именно в декабре, прям, да? Но я думаю, вы все узнаете в этом году, как бы узнаете все перемены, их очень много всяких разных, и это будет сюрприз для многих, и для моих родных, как бы, какие-то сюрпризы, да, там, и для вас тоже сюрпризы. Короче, декабрь полон сюрпризов вообще всяких разных. Так, а сейчас посылка, посылка! Девочки, смотрите! В общем, я набрала на подарки, на подарки, естественно, фирма Леката, мне очень нравится, и смотрите, хорошая находочка, что я буду дарить своим девочкам. Кто смотрит меня, девочки, вот будет у вас, у моих подружек, близких, там, я не знаю, ну, в общем, я посчитала примерно, кому я подарю вот эти все средства. Значит, смотрите, вот это супер-пупер средство, которое я уже пробовала, Кералес называется, питание и ревитализация, это кератин-спрей, он просто обалденный, просто пушка, реально. Я помню, что рекомендовала вам как-то один спрей, который уже сняли с производства, и ничего подобного не могла найти, чтобы волосы супер пахли, расчесывались, распределялись. Это безумно классная находка, мои волосы очень сложно расчесать, тем более мокрые, но с ним просто чудо, просто чудо. Расческа просто плывет, как по маслу, по волосам. Обалденные, блестящие волосы. Я хочу, чтобы у каждой моей подружечки был такой спрей, и вам от души рекомендую, попробуйте, кто еще не пробовал. Также я взяла вот еще комплекс там один, ну, в общем, это я не пробовала, еще буду пробовать. Подарочки, также вот такой вот, то, что я уже пробовала, молочко флюид для тела, это тоже будет каждой моей девочке, обалденно впитывается, очень удобный, аромат приятный, его, кожа после него просто бомбическая, мягкая, тоже всем туда же. Ну, я собираю такие вот, да, подарочки, да, собираю. И вот такой вот гель флюид для душа, тоже туда положу, тоже мне понравилось. Так, некоторые я взяла повторно, некоторые я взяла первый раз, буду пробовать, щетка. В общем, полный обзор, вы можете посмотреть под этим видео, я оставлю ссылочку на моем втором канале, я прям делаю распаковочку, что, зачем, почему я взяла, вот, можете посмотреть, кому интересно. А это я готовлю сейчас, подарочки девочкам, собираю пакетики. Также хочу порекомендовать вам комплекс, который я уже использую, там, я не знаю, три недели точно. Этот комплекс против акне, делает кожу реально очень крутой. У меня, в принципе, не было акне, но после того, как я начала пользоваться вот этими средствами, у меня прошли даже пятнышки после акне. У меня были какие-то точечки красные, да. Очень классно пахнет, очень удобно в использовании. Каждый вечер, вечер точно, бывает и утром, вообще два раза в день лучше, да, у кого проблемы с акне. Просто наносите одну сыворотку за другой, сверху закрепляете кремом, и все, кожа прям говорит спасибо. У кого есть проблемы с акне, обязательно попробуйте, возможно, это будет ваше спасение. А также еще хочется сказать, что сейчас на сайте у них идет акция, берете на 4 тысячи, платите всего две. И еще, что очень удобно, фишка этой фирмы, они знают, что какие-то средства могут не подойти тому или иному человеку по индивидуальной непереносимости, да, потому что мы все разные. И у них есть такая фишка, что вы можете сделать возврат средства, который не подошел индивидуально именно вашей коже. Мне кажется, что это отличное предложение, и можно смело брать и пробовать данную косметику. Мне она тем более очень нравится, я рекомендую. Все ссылки я оставлю под видео, и также переходите, смотрите распаковочку. А кто у нас в гостях, кто у нас в гостях? Мама Чоли, всем привет! Мама Чоли, как всегда, что-нибудь готовит. На самом деле мы готовим вместе, я морально поддерживаю, да, мам? Да. Так, мама сейчас чистит картошку. Мы будем по Таниному рецепту запекать сейчас в рукаве. Мама, ты делала, кстати, так? Дела, ну как-то так делала, я без овощей, по-моему, запекаю. Только Таня делала с грибами, а мы будем делать с картошкой. Я грибы не взяла. Лучок туда бросим, она не бросала. Ну, для аромата, да, для запаха. Чуть-чуть, да. Вот, просто он слежит тут, бросим туда. И перчик сейчас порежем. И рукав. Я же купила специальный рукав, я вам показывала в одном из видео, да, что я специальный рукав купила. Но я думала, что они уже порезанные, отдельные, просто там, и уже даже есть завязочки, но нифига. Рукав это просто вот такая вот, это такой пакет просто, да, внутри вот он. Свободный, значит, надо его в любом случае отрезать сколько нужно и завязочки делать. Так что я пока сейчас сделаю завязочки, вот. А мама пока все это нарежет, начистит. Пока посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет. Мы тоже будем делать все без масла, без соли, да, со специями. Или соль сделаем чуть-чуть. Ты посмотрим. Короче, да. Оставайтесь с нами, посмотрим, что получится. Мне кажется, просто если будет полный пакет, и он будет неудобно мешать, да. А, я думаю, не будет сильно полный. Смотри, какое большое что сделать. Так, посмотри, индиана есть у нас, вот такая специя, приправа. Индиана для курицы. Ей, конечно, может быть, сто лет в обед. А я здесь очень мало, кстати. Вот так, да, смотри. Ну, сыпь. Сыплю. Это мало. Да, и хватит. Думаешь? Давай, посмотри, что еще есть. Может, еще какая-то спецурка есть. Так, так, так. О, индейка. О. Так, закинь. Ой. Ой, много? Хватит, нормально. Так, смотри, картошку я уже кидаю. Вот так, да. Вот такими. Кидай. Слушай, если она получится реально вот так быстро и вкусно, я буду как всегда готовить. Это для ленивых, слышишь? Или для занятых. Для ленивых. Так, как мы это будем? Так? Ну, да, там, кубичками. Ну, можно помельче. Помельче же? Ну, может быть, еще пополам. А я люблю вот такие крупненькие. Ну, можешь оставить крупненькие. Ты там лук там растереби руками немножечко. Сейчас, смотри, вот так сначала сделаем. Нет, лук пока он, этот, вот, немножко разделите. Сейчас он разделится. А вдруг не разделится? Ну, ладно, давай дальше. Он, кстати, вот такой мелкий, он у нас нет. Ничего не будет с ним. Так, закидываем. Вот так вот. Присолить надо чуть-чуть? Или ты не хочешь? Присолить? Ну, давай. Давай, чуть присолим. Так, что у нас тут? У нас есть тут соль такая вот морская наша, она тоже со специями. Ну, и... Ну, и... Чуть-чуть, короче. Давай лучше потом, мало ли. Ну, ладно. А вдруг это специя тоже соленая. Ладно. Так, потом берем вот здесь и... Места тут побольше, может, вставить. Воздух чуть-чуть. Среди, среди. Так, ладно. Я пока буду мешать, попроверим. А мы духовку не разогрели, скажем? Ну, ничего страшного, разогреемся. Так, теперь вот так у нас все перемест. Уже аппетитно. Кто любит майонезик, а мне кажется, можно и майонезик и соль. Ну, да. Пойдем на духовку пока. Так, давай нагреем сначала, да? Девочки, смотрите, тут завязки отдельно, оказывается, есть. А я взяла и тут отрезала, и, ну, поделила напополам. Завязки, короче, из этой же штуки сделала. А сейчас смотрю, а тут, оказывается, внутри есть завязки отдельно. Имейте в виду. Фикс прайс собрала. Так, 40 минут мы поставили, 3 минуты осталось у нас. Смотрите, я что-то смотрю, вытекло. Ой, глянь, надулся как пакет. Прикольно. Ну, мне кажется, вот, интересно, картошка готова или нет, все остальное, мне кажется, готово. И чуть-чуть вытекло у нас, да. Ну, не чуть-чуть, мам, по всей платформе вон вытекло. Ну, что, закрывай. Закрывай, закрывай. Закрывай. Контролер тут в звездочку. Аккуратно. Пусть пар чуть-чуть выйдет. Надулась вот так вот прям. Мама сказала, что надо было это, сверху сделать маленькую дырочку, чтобы оно не лопалось. А я тоже, кстати, думаю еще это, чтобы не взорвалось. Не горячо, нормально? Хорошо. Все, сдавается уже. Интересненько. Какая штучка. Вот, видите, все полилось тут. Ну, ничего, это сейчас пока горячее, протрем сразу. Главное, чтобы картошка, вот кусок крупный, была готова. Мама, этот, как это, разрезаем. Когда ленточку разрезают, да, что-то. Открытие. Первое открытие. Первый открыватель. Ну, вот, пускай немножко пар выйдет. Картошка, интересно, как она. Давай это проткнем. Ножечком аккуратненько, маленький. Ну, готово. Ну, а что, 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 не будет? Да. Классненько. Выглядит аппетитно очень. Всем доброго дня, мои хорошие. Продолжаем наш влог. Куча событий в последнее время всяких разных происходит. Сейчас уже день, а мама моя уехала. Я сейчас буду снимать видео для вас. Завтра ко мне приедут гости. Тоже будем снимать видео. Все скоро узнаете. Вообще, декабрь какой-то сумасшедший месяц, на самом деле. Я смотрю одного астролога, она, в принципе, предвещала очень много, вот на ютубе бесплатного астролога смотрю, она предвещала очень много всяких событий, которые мне, в принципе, нравились. И мне прям хочется пересмотреть за декабрь, думаю, по-моему, она там что-то такое говорила. Но я даже, знаете, когда предсказывают тебе что-то, что вот в астрологию как ни во что, я вот верю, потому что очень много совпадений всяких разных. Тем более на опыте даже, просто вот со знаками зодиака. Очень много сходств. Вот я не могу не верить, потому что оно вот как-то притягивается. И даже порой благодаря этому, когда ты общаешься, я перескакиваю с темы на темы, ну вот такая, это, сейчас попробую поймать нить все, да. Бывает, ты просто общаешься с человеком, да, и по каким-то задаткам ты понимаешь, кто он по знаку зодиака, потому что он очень похож на какого-то твоего знакомого или знакомую, да, которая точно так же себя вела. И когда ты узнаешь знак и прям угадываешь его, то ты уже примерно представляешь, что за человек, с какими привычками, предпочтениями, да, и как с ним себя вести. То есть у тебя сразу раз и картина подтягивается. Понятно, что индивидуально все, но тем не менее, это бывает очень помогает. И я думаю, что неспроста в своей жизни я ни раз и ни два я прям угадывала знак, и люди были в шоке. Потому что, ну очевидно, просто настолько схожести всякие разные. Поэтому я смотрю астролога, и мне очень нравится, она по картам Таро еще предсказывает. Как бы, я не знаю, как карты Таро работают, но она по ним тоже там делает раскладку какую-то. Я слушаю, все. Но больше всего мне нравится, когда она делает прогнозы там на месяц, там еще что-то. Я слушаю, а потом сопоставляю. Мне очень нравится. И вот я прям хочу прослушать декабрь, потому что, ну прям, самое классное, что она мне сказала, она тоже львица, на самом деле, она и мне, и себе сказала, что у львов в декабре вообще нет проблем с деньгами. То есть деньги вообще на все есть. Вот это мне очень понравилось, ну и куча разных событий еще. Короче, декабрь действительно сумасшедший месяц, куча всяких разных событий, причем очень неожиданных, просто вот раз неожиданных. Ты долго-долго ждал там чего-то, да, что-то годами ты ждал. И тут раз тебе звонят и говорят, ну все, типа, и ты такие, серьезно, не верится, да, там. Ну, в общем, вот такие события декабрьские. И 2020-й, он вообще какой-то просто нереально отличительный год от всех других годов. Начиная с этой пандемии, да, как оно все началось просто, ну, просто непонятно. И заканчивая этим годом, как все вообще заканчивается. В общем, скоро все узнаете, я снимаю для вас видос, и сейчас пойду, короче, снимать. Вот. А, и еще я записалась на биоревитализацию. Вот сейчас я не накрашена, ничего. А, блин, я вспомнила что-то, вы просили поярче сделать камеру. Сейчас я сделаю. Вот, смотрите, есть такой режим, он делает более такие яркие краски. Давайте попробую с ним поснимать. А вы напишите мне в комментариях, какой лучший режим. Обычный, натуральный, потому что что-то в последнее время писали, что все, серо, 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 да. Или вот такой по насыщению. Все, я записалась еще на биоревитализацию, да, и сейчас не накрашена. Мне очень нравится с первой процедуры все. Я проконсультируюсь еще с врачом, да, как вы говорили там, мастер. А как назвать? Косметолог, да, с мастером, с косметологом. Я проконсультируюсь еще по поводу того, если я вижу с первого раза результат такой, что меня удовлетворяет, нужно ли проходить этот курс, что дает именно курс, да. Вот, ну, я записалась в любом случае, две недели прошло, я записалась, пойду еще уколюсь, заодно проконсультируюсь, что она вообще скажет. Но я, честно говоря, прям счастлива результатом, очень довольна. Прям снимала бы вот так видео, да. Ну, я накрашусь в любом случае, пусть буду еще крашу ярче. Вот, пошла. В общем, я сочу, включусь. Еще я тут, смотрите, девчонки, решила краситься. Вообще не пойму, что у меня за проплешина. Тут вообще просто ни с того ни с сего. Вот здесь раз и проплешина такая. Какая-то эта дырка. Ну, я созвонилась со своим мастером по татуажу еще тоже, да. И, в общем-то, у нее плотная запись, но мы уже примерно запланировали там, да. Ну, после Нового года уже буду делать. Мне пока терпится все, да. Будем делать бровки. Будем делать все идеально. Вот. Поэтому пока у меня есть время, я их подкрашу красочкой. Думаю, может, сегодня подкрашу красочкой. Посмотрим. Это какая-то проплешка у меня. Как будто у меня, знаете, у меня здесь даже толком татуажа не было впереди. Не знаю, видно вам, нет. Нет, у меня здесь это, знаете, что, как будто клок волос выдрал. Но я не щипаю вообще-то, если честно, себе брови вообще. Вы могли видеть даже на некоторых видео, что у меня вот здесь бы пощипать. Но я не щипаю, потому что я не вижу этого. Это я начинаю видеть, когда близко-близко глаз к съемке подношу. А так я не вижу, что мне там надо пощипать. У меня все удовлетворяет. А тут вот раз и какая-то проплешина. Как слышите, это моя милка. У нее впервые началось вот это вот настоящее, как это говорят там, да? Кошка мучается. Я абсолютно не знала, как это вообще у кошек происходит. Я, ну, может быть, когда-то где-то видела, но это было все так себе, знаете, поверхностно. А когда ты непосредственно со своей доченькой находишься, видишь, как ее ломает просто нереально. Она сама бы уже устала, уже ходить не может. Хочет отдохнуть, поспать, понимаете, может даже поесть там, посидеть, но не может. Ее тело все выламывает, выкручивает. И вот это вот она ходит на полусогнутых ногах, орет. Я, честно говоря, сердце кровью обливается, да? И вот сейчас мы переждем вот этот момент, она успокоится, и я сразу запишу к врачу, потому что честно, это правда, это мучение. Так самое интересное, что оно не проходит. То есть вроде я там ее могу погладить, да? Там погладь, вот она ласится, ласится, она и сядет. Я ее поглажу, там, и то, и все, и то, и все. Но стоит мне встать и отойти, у нее по-новому все равно все начинается, как бы, да? То есть две недели мучается кошка, мучается. Ей бы вот так котов менять вот просто, да? Кот один пришел, потом второй, потом третий. Как будто не останавливается у нее вот это вот желание, да? Какое-то, я не знаю, нечеловеческое, ну, в смысле, тяжело смотреть вот на ребенка в этом смысле. Поэтому, конечно же, и я думала еще, думаю, ну, вот, может, котят, может, кота найти там, да? Ой, ну, опять же, я понимаю, что, допустим, котята родятся, какие-то котята говорят, там, умирают, допустим, там, семь рождаются, там, два могут умереть, один может умереть. Я за все это буду безумно переживать. Потом этих котят, естественно, я не буду всех оставлять. Ну, представляете, что у меня будет в квартире? У меня тут 300-500 котят будет, да, если я буду не стерилизовать, а она будет рожать и так далее. Когда ей нужно кота, ей его приводить. Тут, конечно, отдавать котят, продавать котят. Ну, блин, вы просто, ну, вот, кто понимает меня, я хотела сказать, вы просто не понимаете меня, нет. Наверняка кто-то меня понимает. Я к Милочке отношусь не просто как к кошке, серьезно. Я к ней прикипела, это моя дочечка, понимаете? Моя дочечка, моя родимая, моя родненькая, я за ней очень переживаю. Конечно же, я понимаю всех, у кого, да что ж ты, я такая сентиментальная, твою ж не хай, начинаются слезы, блин. Дорожись! Понимаю всех, когда, знаете, там, болеет ребенок, когда что-то случается, и очень переживают родители, да, вот, я так вот вырываю с это. Родители очень переживают за своего питомца. Соответственно, ее дети — это чуть ли не мои внуки. Вот, может, для кого-то это смешно, да, но это, блин, детеныш, как я к детям отношусь? Это же вообще, я к своим и к чужим отношусь одинаково, дети есть дети, это святое, я считаю, да. Беременные женщины — это святое. Вот у меня вот так внутри это. И, конечно же, котята, эти детяшечки мои, которые из моей милочки, кровинушка, понимаете, милочка моя кровинушка, я считаю, ее кровинушки, мои кровинушки, и вот будет что-то умирать, или кого-то отдавать непонятно в какие руки, кто это купит, куда перепродаст, как будут относиться. Да я с ума сойду, я с ума сойду, это стресс вообще для меня будет жутчайший. Поэтому я считаю, конечно, в такой ситуации лучше ее стерилизовать. Я найду лучшую клинику у нас в Ростове, сделаем лучшую анестезию легкую, чтобы все это было прям вот проверено. Я уже даже узнала, где это, у нас не так много клиник, где делают там газовые анестезии, например, да, которые вроде бы лучше переносятся кошечкой, где делают маленький надрезик, да, потому что у нас с этими проколами хороших специалистов нет в Ростове, да. Вот, короче, буду искать. Видно, я макушка. Она ночью спала. Она ночью спала, а потом под утро прям вот где-то в девять она проснулась и вот вот орет весь день. Бедная не спит. Ну, как бы она периодически ложится, а вот ненадолго, а потом раз и аппетита нет, естественно, и ничем ее толком не отвлечь. Короче, вот такая ситуация у нас сейчас, чтобы вы знали. Ладно, все, готовлюсь к видео. Тяжело, пью кофе, тяжело. Вчера кальян курила, голова чуть-чуть болит. Я не так много его, кстати, покурила, но меня, считай, аж прибило. Думаю, не, кальян не мое, от него всегда голова болит, и вот здесь у меня сердце прям сжимается. Не, ерунда. Так я сделала всего лишь там, ну, пять тяжечек колен, понимаете? Вот. Короче, ладно, готовлюсь к видео. Включусь позже. Ой, блин, я такая радостная. Захожу в ванну. Стоит куча у меня всяких новых приколюх для лица, ухода. Так мне прям радует душу. Хочется скорее умыться. Представляете, вот насколько классные штучки пришли, да, для лица, для ухода. Мне хочется скорее сделать все дела, чтобы умыться, чтобы нанести, чтобы использовать пеночку новую, чтобы использовать умывалочку новую, ой, чтобы использовать пеночку новую, тоник новый, сыворотки все мои, ремушек. Так, Милка опять. Мила, елку нельзя есть. Бедный ребенок. Мое сердце обливается кровью, я не могу. Вы, наверное, за этот влог тысячу раз это услышите. Мучается, как кошка мучается. Иди, моя девочка. Видите? Она вот ходит на полусогнутых. Как это это? Вот разве может удовольствие получать вообще кошка от чего-то? У нее просто стресс, мне кажется. Она сама в шоке от своего тела, что оно выдает. Ну, моя девочка. Ну что, мои хорошие, время 2 часа ночи без 10-2. Я сняла для вас еще одно видео. Поубиралась. Ко мне завтра приедут гости. Вот. Ну, немножечко поубиралась. Сейчас, кстати, нужно включить робота-пылесоса точно. Сейчас я на сегодня закончу видео вам снимать влог. И включу, чтобы уже не жужжало и не свистело. И начну монтировать видео для вас. Уже сделала список, на самом деле, всех видео, которые должны выйти в этом году, до конца года, на главный канал. И список видео, которые должны выйти на второй канал. Ну, в общем, сняла только одну третью, наверное, всего этого. Поэтому еще много что снимать. Но завтра, завтра ко мне приедут гости. Мы будем снимать. Пока интрига, интрига тут. Интрига, интриг. Вот. Ну, в общем, хорошие новости ждут вас. Кто-то знает уже, кто в Инстаграм у меня. Кто подписан на меня в Инстаграм, тот все новости узнает первым. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Вот. И прямые эфиры я там стала чаще проводить. И любимые мои часто в эфирах тоже присутствуют, общаются. Вот. Поэтому присоединяйтесь. На сегодня я с вами попрощаюсь. И не знаю, заканчивать влог сейчас. Начинать завтра новый, наверное. Да. Пусть будет этот коротенький такой вложек. Я его закончу. Завтра начну новый влог. И уже увидимся в следующем влоге тогда. Ну, а так, море интересных видео ждет вас на моем канале. Все. Я вас люблю, целую. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди, ну, просто море интересного. Пока.